Масленица Цветана и хозяюшка Одно оригинальнее другого. Нынешний конкурс юбилейный, проходит в пятый раз. И в этом году рекордное количество участников. Все больше и больше принимают участие в этом конкурсе. И предприятия, и магазины, и школы. То есть все заинтересованы в том, чтобы их произведение искусства заняло какое-то место. Как может выглядеть современное чучело-масленицы? Стильно решили сотрудники поворота и нарядили свою куклу в джинсы и кепку. Творческие находки многих участников весьма поразили жюри. Сегодня в конкурсе принимает участие город детства. Это организация, которая объединяет семьи детей-инвалидов. У них очень большая масленица, она выше всех, если вы посмотрите. И очень красочно. Я болела и переживала именно за них. И еще год экологии. Я посмотрела, казаки молодцы. Они попали в тему. Год экологии. И у их масленицы бижутерия вся сделана из крышек от пластиковых бутылок. До этих пор еще никто не решался сделать масленицу Бабу-ягум. Ее назвали Ласкова, Егенушка. Получилось вполне симпатичное и доброе чучело. Лобнинцы – фантазеры. Есть даже куклы из цветов. Ну а блины до баранки – обязательные атрибуты. Сегодня, смотрите, очень пасмурно. Но благодаря 21 солнышку, который представлен сегодня здесь на этой площадке, сразу стало тепло, уютно, красиво. И все-все масленицы достойны награждения. Героини похожи на настоящих русских красавиц. Длинные косы, вышитые платки, русские народные наряды из лоскутков. Все ручная, кропотливая работа. Участники конкурса подошли к делу с душой и вдохновением. Участники, несомненно, все талантливые люди. Поэтому мы получаем вот таких красавиц, которые украсят наш праздник 26 февраля. Последний день масленичной недели в городском парке пройдут широкие гуляния. По традиции они завершатся с сожжением всех чучел масленицы. Но прежде объявят победителей. Поглашаю всех на масленицу.